Программа «Дорожная карта бизнеса» реализуется по следующим четырём направлениям. Первое – это поддержка новых бизнес-инициатив, предусматривающих поддержку новых проектов через субсидирование и гарантирование банковских кредитов предпринимателей, предоставление грантов и подведение инфраструктуры. Второе – это оздоровление предпринимательского сектора через субсидирование проблемных кредитов предприятий. Третье – снижение валютных рисков предпринимателей, осуществляющие экспертные операции. Четвертое – усиление потенциала предпринимателей, предусматривающие меры по повышению компетенции и информированности предпринимателей и лиц с предпринимательским потенциалом. В рамках реализации этих направлений на сегодня достигнуты и следующие результаты. Про субсидирование – 2861 проект на сумму 642 миллиард тенге. Прогарантировано – 204 проекта на сумму 21 миллиард тенге. Про производственная инфраструктура подводится для 454 предприятий на общую сумму инвестиций 95,8 миллиардов тенге. Предоставлены гранты для 137 начинающих предпринимателей на сумму 408 миллионов тенге. В рамках нефинансовых инструментов программы «Курс бизнес-советник» прошли около 41 тысяч начинающих и действующих предпринимателей. Для 24 тысяч предпринимателей предоставлено свыше 85 тысяч сервисных услуг. На Зарбаев университете обучен 791 топ-менеджер. Бизнес-тренинги по деловым связям прошли 1123 предпринимателя, из которых стажировку в Германии прошли 64 предпринимателя. В США – 82 предпринимателя. В отраслевом разрезе наибольшее количество проектов реализуется в обрабатывающей промышленности – 41%. Транспорт и складирование – 26%. Сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 7%. Здравоохранение и социальных услугах – 6%. Таким образом, основной акцент поддержки в рамках программы ставится на диверсификацию экономики и развитие обрабатывающей промышленности. Сегодня программа «Дорожная карта бизнеса» является самым эффективным и востребованным инструментом поддержки предпринимательства и самой узнаваемой среди предпринимателей программы. В целом, на сегодня мерами поддержки по программе охвачено более 36 тысяч предпринимателей. В результате реализации мер по «Дорожной карте бизнеса» сохранено более 145 тысяч действующих и создано около 40 тысяч новых рабочих мест. В рамках программы выплачено 56 миллиардов тенге налогов. Доля кредитов по программе составляет 11,6% от всех выданных кредитов малому и среднему бизнесу. Сегодня каждое пятое новое рабочее место в экономике создано в рамках программы. В рамках программы получают поддержку и проекты, вошедшие в карту индустриализации. Так, каждый четвертый проект карты индустриализации поддерживается через программу. Данные результаты были достигнуты благодаря гибкости программы. В частности, в результате мониторинга реализации программы, ознакомление с ходом реализации программы на местах, с участием акиматов, предпринимателей и банков, выработались предложения по совершенствованию механизмов и инструментов программы. Благодаря учёту мнения заинтересованных сторон и своевременных корректировок программа стала гибкой отвечать требованиям предпринимателей. Так только за последние два года в программу были внесены уже три пакета изменений, на очереди находится очередной четвёртый пакет изменений. При этом, если основным фокусом первого и второго пакетов изменений было упрощение процедуры рассмотрения проектов и увеличение количества инструментов, то основным акцентом третьего и планируемого четвёртого пакетов изменений является перенос акцента на поддержку проектов малого и среднего бизнеса и небольших проектов. Каковы основные изменения программы в рамках четвёртого пакета? Предлагается установить дополнительные ограничения по участию в программе для крупных проектов свыше 75 миллионов тенге. Проекты до 1,5 миллиарда тенге должны будут соответствовать дополнительным требованиям по созданию новых рабочих мест и обеспечивать прирост налоговых отчислений. Проекты от 1,5 миллиарда до 4,5 миллиарда предлагается одобрять через Госкомиссию по модернизации экономики. Предлагается также сократить перечень приоритетных отраслей программы. Будет упрощён порядок рассмотрения проектов на гарантирование стоимости до 60 миллионов тенге. Снизится требование по размеру собственного участия для начинающих предпринимателей, обратившихся за грантами на новые бизнес-идеи. Предлагается также конкретизировать механизмы оказания инфраструктурной поддержки предпринимателям и оптимизировать процедуру рассмотрения проектов через РКС. Для обеспечения широкого охвата предпринимателей и лиц с предпринимательским потенциалом мерами господдержки будут определены механизмы создания и функционирования центров обслуживания и поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторов, а также индустриальных зон. Для широкого охвата предпринимателей краткосрочными программами обучения бизнес-советник предлагается на базе одной программы создать две программы. Бизнес-советник 1 для начинающих и бизнес-советник 2 для действующих предпринимателей. Кроме того, в соответствии с поручением главы государства, в четвертом пакете изменений предполагается предусмотреть меры по поддержке проектов СПК через инструменты программы ДКБ-2020, разработки специально обучающей программы для подготовки малого и среднего бизнеса ко второй волне приватизации. Мы считаем, что данные изменения в программу ДКБ-2020 позволят создать условия для охвата мерами господдержки широкого круга предпринимателей и лиц с предпринимательским потенциалом. Данный пакет изменений предполагается внести в правительство в октябре текущего года. Уважаемый Сергей Медведевич, уважаемые члены правительства, сегодня мы бы хотели вынести на ваше рассмотрение вопросы, связанные с дальнейшим финансированием по субсидированию проектов, а также наши предложения по их разрешению. Следует отметить, что на сегодня за счет роста количества заявок растут и потребности финансирования субсидирования кредитных ставок по проектам предпринимателей. Так, если в прошлом году на субсидирование кредитов было выделено 10 миллиардов тенге, то в текущем году, с учетом уточнения, уже выделено 24 миллиарда тенге, что почти 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Увеличение финансирования объясняется тем, что в 2012 году правительством совместно с фондом Дому и Акиматами была проведена активная работа по увеличению количества проектов, получающих финансовую поддержку. Так, если в 2011 году субсидии получали 741 проект, то в 2012 году уже субсидировалось 2067 проектов, почти в три раза больше. Активная работа по одобрению проектов Акиматами была проведена и в этом году. Так, только в первом полугодии был одобрен на 621 проект, при этом под 247 проектам на сумму свыше 2 миллиардов тенге еще не подписан договор субсидирования. Хотелось бы отметить, что работа по одобрению проекта на субсидирование Акиматами должна была осуществляться в рамках выделенных лимитов финансирования. Информация о выделенных лимитах своевременно была доведена до Акиматов. Однако из-за увеличения количества заявленных проектов некоторые Акиматы превысили выделенные лимиты. Хотелось бы отметить, что программа ДКБ-22 уже сегодня охватывает широкие перечень инструментов для поддержки бизнеса, кроме субсидирования. В будущем основной акцент предоставления финансовой поддержки мы собираемся перенести в субсидирование на гарантирование проектов. В связи с этим хотелось бы рекомендовать Акиматам активизировать работу по другим инструментам программы – гарантирование кредитов, предоставление грантов, подведение инфраструктуры, обучающие программы, развитие ЦОП и бизнес-инкубаторов. Провести работу по более активному вовлечению программам ЛИС с предпринимательским потенциалом и субъектом малого бизнеса. Охватывать мерами финансовой поддержки, в первую очередь, тех предпринимателей, которые ранее не получали господдержку. В заключении хотелось бы сказать, что мы ставим своей целью охват мерами программы наибольшее количество предпринимателей ЛИС с предпринимательским потенциалом. И для достижения этой цели будет продолжена работа по дальнейшему совершенствованию инструментов и механизмов программы. Просим поддержать наши предложения. Благодарю за внимание. Продолжение следует...